Лочераикс, Франция, Владимир Путин все еще очень популярен. Оливье Талис, Лочераикс, Франция. 19 декабря 2019 года. Круа, как объяснить популярность Владимира Путина после двух десятилетий власти. Анна Колен-Лебедева, рейтинг Владимира Путина все еще очень высок, если сравнить его с показателями лидеров представительных демократий. Индекс удовлетворенности его работы пошел вниз в 2018 году из-за непопулярной пенсионной реформы и падения покупательной способности, но он стабильно держится у отметки в 68%. По мнению социологов, эти цифры отражают не просто популярность президента, они говорят о готовности граждан принять социально-экономическое положение страны. Они считают, что без Владимира Путина все могло быть еще хуже. Сегодня только российская армия может похвастаться большим рейтингом, чем президент. При этом все больше россиян хотят перемен. Что означает этот парадокс? Если в 2017 году радикальных перемен хотели 42% россиян, Сейчас их число выросло до 59%, если верить недавнему опросу Левада Центра и Центра Карниги. Они хотят, чтобы государство предоставило им больше защиты, активнее вмешивалось, сделало более доступным образование и медицинские услуги. Во вторую очередь они хотят политических перемен, хотя считают, что лучше всех реформы может провести Владимир Путин. В целом, россияне предпочитают статус к неопределенному будущему после болезненных экономических потрясений последних 30 лет. Тем более, что сейчас нет никого, кто мог бы предложить внушающую доверие альтернативу. Почему у оппозиционеров не получается организоваться и заложить чаяния граждан в основу других политических проектов? Настоящие сторонники перемен не могут говорить в общественном пространстве, дотянуться до сограждан, добиться избрания, превратить политическую партию в силу преобразований. Широкая общественность воспринимает их, скорее, как представители разрушительных сил, а не движение в будущее. Оппозиционные партии находятся в зачаточном состоянии. За последние месяцы в России все же проходили демонстрации разного рода. Россияне не пассивны. Они мобилизуются вокруг точечных требований, которые затрагивают и жизнь, зарплаты, пенсии. Все эти социально-экономические проблемы не ставят под сомнение политическую власть. Демонстранты стремятся заставить нормально работать существующие в России институты. Движения в больших городах, в которых активно участвует образованная молодежь, говорят о стремлении к большим переменам, но они не обязательно враждебны президенту. Перемены наступят в любом случае, и российские политики уже ориентируются на то, что будет после Путина. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.